Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Все сделает вкуснее. Бобруйский завод растительных масел подвел предварительные итоги года. Планируем увеличение поставок на внутренний рынок. Чем насыщен полезный продукт? Приплыли, в стране начались первые паводки. Спасатель находится в полной готовности. Как сберечь свое имущество? В их семьях царит любовь. Три бобручанки удостоены Ордена Матери. Я люблю свою маму за то, что она очень терпеливая. В чем измеряется счастье? А также пустующие дома, досрочные выплаты и морозный прогноз. В Беларусь идет похолодание. Насколько опустится столбик термометра? От маленькой семечки до всеми любимого продукта. Бобруйский завод растительных масел подвел предварительные итоги года. Объемы производства превысили прошлогодние показатели в два раза и составили 120 миллионов рублей. Сейчас предприятие активно осваивает азиатский рынок и прорабатывает дальнейшее сотрудничество с Израилем, где особо ценится наше кошерное масло. О золотой марке Карина Гуревич. Ушедший год стал успешным для многих бобруйских предприятий, в их числе и завод растительных масел. Он вносит огромный вклад в формирование выручки социально-экономического комплекса города. По предварительным итогам, только объемы производства здесь выросли в два раза. В цифрах – 120 миллионов рублей. Это неудивительно, а ведь все чаще на столах белорусов можно увидеть нашу марку. Объемы производства наращивать. У нас есть достаточные производственные мощности и цеха ФХР, и участка по переработке масличных культур, а также и розлива. Что касается объемов производства масла фасованного, то они тоже растут. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания качественного масла от маленькой семечки до готового продукта под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Благодаря системе очистки здесь получают товары европейских стандартов качества, а всего год назад завод обновил линию розлива. Вот так выглядит пластиковая бутылка до попадания в автомат. Под температурой в 112 градусов установка раздувает колбу до привычных нам размеров. За час аппарат способен выдать 30 тысяч штук. Рапсовое масло, которым славится завод, хорошо влияет на обмен веществ, ускоряет регенерацию в клетках и снижает количество холестерина, чем способствует похудению. В нем присутствуют омега-3 и 6. Проходя особую очистку, продукт содержит самые разные жирные кислоты и потому полезнее, чем оливковое, самого высокого качества. Планируем увеличение поставок на внутренний рынок, чтобы белорусский народ имел доступный белорусский продукт и поддерживал белорусского производителя. Качественный и ответственный подход к работе сотрудников предприятия отмечен на аллее трудовой славы в сквере на Минской. За свою более чем вековую историю завод менял названия и владельцев, но всегда оставался верен великим традициям, которые с гордостью чтит и сегодня. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Где вода, там и беда. В Беларуси начались первые паводки. Причина в неожиданной теплой погоде. 1 января в стране зафиксирован температурный рекорд до плюс 16. На некоторых реках наблюдается увеличение уровня воды. Суточная интенсивность достигает 155 сантиметров. На большинстве крупных водоемах, в том числе и Березина, лед практически растаял. Спасатель находится в полной готовности в случае возникновения паводковой ситуации, каких-то опасностей для людей, которые проживают в низменности, там, где эти, скажем так, случаи происходят ежегодно. При возникновении опасной паводковой ситуации просьба граждан не переживать, не паниковать, внимательно следить за новостями, за обстановкой. На озерах и водохранилищах покров пока сохраняется. Гидрологи прогнозируют, в ближайшие дни лед продолжит таять и разрушаться. А рост уровня воды на отдельных участках неизбежен. Зимняя рыбалка сейчас опасна для жизни. Единый реестр, дорожный допуск и праздничная дата. Белпочта досрочно выплатит пенсии за 7 января. Когда можно получить деньги в Могилевской области? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси запустили единый реестр пустующих домов. Доступ к нему открытый и бесплатный. В базе можно искать недвижимость по районам, степени износа и другим характеристикам. Пополняют список местные органы власти. Сейчас в нем более 1200 строений. В стране, напомним, есть процедура признания зданий бесхозными, их сносят или продают по символической цене. У одаренных и талантливых ребят появилась возможность попасть в университет без вступительных испытаний. В частности, изменения коснется победителей международных и республиканских олимпиад. Вне конкурса будут также зачислять детей, военнослужащих и сотрудников МВД, которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей. Допуск к участию в дорожном движении в 2022-м получили свыше миллиона 300 тысяч автомобилей. Самыми пиковыми месяцами для станции диагностики стали март и апрель. Причина ажиотажа в новом механизме штрафов. Заработали камеры, которые фиксируют отсутствие техосмотра. Сумма за нарушение может достигнуть 370 рублей. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 января. Так, в Брестской области получить деньги можно с 4-го числа, в Гомельской – с 6-го, во всех остальных регионах – с 5-го. В субботу организация будет работать по праздничному графику. Клиентов ждут только дежурное отделение. В Беларусь идет похолодание. В четверг погодные условия осложнят сильный ветер и затяжные осадки. Ночью прогнозируется до минус трех. В пятницу ситуация особо не изменится, а вот Рождество будет по-настоящему морозным, со снегом и гололедом. В субботу в отдельных уголках страны столбик термометра опустится до 23 градусов ниже нуля. Учет в телефоне. В Беларуси начал действовать налог на профессиональный доход. Самозанятые могут перейти на него добровольно. Для тех, кто зарабатывает до 60 тысяч рублей за год, ставка 10%. Если больше 20, для пенсионеров 4,8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. Нужды в кассовом оборудовании нет. Необходимо лишь установить специальное приложение. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно представлять никакие отчеты и декларации. Скачать в приложение можно в App Store, Play Market или с официального сайта МНС. Перейти на новый режим налогообложения могут ремесленники, владельцы агроусадеб, фотографы, репетиторы, курьеры, дизайнеры и представители других профессий. В Беларуси, к слову, работает свыше 100 тысяч самозанятых. Награда за материнский труд. Три бобручанки удостоены Ордена Матери. Поощрение от государства получили Елена Киричко, Мирослава Уляшина и Татьяна Цукренко. Каждая из них родила и воспитывает пять и более детей. Секреты семейного счастья узнала Ольга Васенда. Выучить аккорды, попасть в ноты и сыграть произведения на фортепиано. Любовь к музыке Мирослава Ульяшина прививает всем своим детям. Их у нее пятеро. Каждый ребенок, по мнению женщины, уникален по-своему. А задача родителя – раскрыть талант в каждом. Может быть, где-то ты себя ущемляешь, ты развозишь детей по кружкам. Это тоже очень такой труд, когда тебе нужно дождаться каждого, каждого встретить, каждого проводить. Но ты видишь результат этих трудов и очень радостно. Радостно общаться, видеть, что дети становятся умнее, мудрее, что они в чем-то разбираются, они начинают помогать. За бессонные ночи, любовь и заботу Мирослава Ульяшина удостойна Ордена Матери. Кроме трех дочерей, супруги воспитывают двух сыновей. 12-летний Даниил ничает души в дюдо и старается учиться на отлично. Самому младшему Миша полтора. Он во всем берет пример со старшего брата. Насколько-то тяжело просто даже родить ребенка, не говоря о том, что их пятеро. И чтобы их воспитывать, их кормить, с ними заниматься. Слава Богу, что у нее есть силы, что она терпелива и где-то со снисхождением относится к тому, что я отсутствую часто дома. Орден Матери заслужила и Татьяна Цукренко. Женщина воспитывает четверых дочек и сына. По характеру дети разные. Каждому находит свой подход. Любви и заботы здесь хватает на всех. Настоящая опора в нелегком труде. Муж Сергей. Несмотря на семейные хлопоты и различные трудности, супруги счастливы вместе уже 16 лет. Я до сих пор не осознаю, наверное, это. Как-то оно так все постепенно и как-то и время так пролетело, и детки как-то быстро повзрослели. Я понимаю всю серьезность, я понимаю, что такое мамин, для девчонок особенно мамин авторитет. Я должна быть примером, я должна многому научить. Все, что может дать государство, прекрасно. Ну, в первую очередь, я думаю, что все-таки зависит это от меня и нашей семьи. Мы гордимся нашей мамой, потому что, ну, редко в жизни встретишь человека, который на наше время готов родить такое количество детей, воспитывать и быть с легкостью, трудолюбивой, любящей матери. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отпуска, выходных, а порой и сна. Но разве могут трудности затмить первую улыбку, слово или шаг родного малыша? Всего орденом матери в Беларуси награждены 60 женщин из Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Взгляд сквозь годы. В выставочном зале открылась экспозиция в Этинанке. Ажурные ангелы, величественные храмы, выразительные женские образы, милые открытки и объемные картины по бобруйским мотивам. Тематика самая обширная. На выставке представлены 192 работы члена Белорусского союза мастеров народного творчества Луции Рудаковской. Этинанка для меня это отдых, это релакс, это погружение в какой-то особый мир. Мир чистоты, мир добра, мир тепла. Можно использовать не только ножницы, можно использовать и резцы для вырезания. Кстати, у меня работы многие выполнены именно ножом. И сейчас это вполне допустимо. Произведения автора занимают достойное место в Государственном историческом музее и в частных коллекциях России, Италии, Латвии и Вьетнама. Теперь с творчеством могут познакомиться и бобручане. Цена детского билета – рубль, взрослого – два. Время работы выставочного зала – с 10 до 19. Понедельник – выходной. Новогодняя сказка здесь продлится до 22 января. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все. События к этой минуте смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.